Приветствую вас. Чтобы наиболее грамотно разрешить проблему, давайте начнем сначала такого поведения мужа. Вы пишите, что в браке всего четыре месяца, но у вас уже было очень много всего. И он поднимал на вас руку, и вы ссорились, и он уходил из дома надолго. То есть уже довольно насыщенный негативом у вас в семейной жизни. Вот вы пишете не один раз, но вы сами, что вы любите его, и он вас очень сильно любит. Хорошо. Когда вы начали встречаться, у вас ведь все было идеально. С какого момента начались проблемы? Что послужило очком к такому поведению мужа? В какой момент? Может быть какие-то неразрешенные проблемы или какой-то момент недопонимания между вами привел к тому, что мужчина вот так вот начал себя вести. Если оно так, то этот момент нужно выявить, подумать о нем и сможем об этом поговорить. Возможно, обсудив с ним вот этот вот ключевой аспект, вы могли бы решить многие ваши проблемы и конфликты, и тем самым избавить себя от некоторого количества ссор. Дальше. Раз мужчина вас закрыл дома и никуда не пускает, фактически он ограничивает вас, фактически он выступает как глава семьи, да, такой патриарх, то нужно определиться. Вот вам само это нравится, вас само устраивает то, что мужчина делает. И если нет, то спросите себя, ради чего вы это терпите? Для чего? Ведь вы же несчастливы. И у мужчины нет никакого права делать из вас затворчество. Напротив, нормальные отношения, если, конечно, вы живете в России и не являетесь какой-либо другой религией, кроме христианской, мужчина никакого права морального не имеет вас забирать. Он, значит, будет где-то гулять, он будет развлекаться, а вы сидите дома. Это неправильно, это неравноправное отношение. Более того, это ставит вас в зависимое от него положение. И нет никакого оправдания тому, что он делает. Нет абсолютно. Если любит, то, соответственно, если любишь, желаешь счастья. То, что ваш мужчина желает вам счастье, ну, по описанию как-то я не заметил. Вот вы, да, вы действительно стремитесь, терпите ради него что-то там. И даже, как будто он поднял на вас руку, тоже терпите и так далее. И вы знаете, отвечая на ваш вопрос о том, изменится ли что-то. Можно сказать так. Без конкретных поступков с вашей стороны ничего не изменится. Все останется так. И вот почему мужчине так удобно. Все банально на самом деле и просто. Мышине так удобно. Ему удобно, что вы сидите дома и никуда не ходите. Ему удобно при этом развлекаться самому, зная, что жена сидит под замком дома и никуда от него не денется. Ему удобно и он чувствует полную уверенность во всем. Ему нет причин ничего менять. Ему нету стимула как-то корректировать свое поведение для изменения ситуации. И зачем? Зачем думать о ваших интересах, если вы, в принципе, все терпите и так? Что нужно сделать? Если вы говорите, что мужчина вас очень сильно любит, то сейчас он вероятно думает, что вы к нему привязаны и полностью принадлежите, собственно говоря, ему. Вот это, это мнение, эту точку зрения нужно разрушать. Разрушать осознание для мужчины того, что вы все терпеть не будете. Что вы хотите тоже для себя чего-то. И если мужчина не собирается ничего менять, то простите, вы будете делать это самостоятельно. И поэтому вам нужно уйти. Но уйти как? Вот мужчина сказала, что все, прости, дорогой, я не хочу так больше жить, меня не устраивает, ты меня постоянно обманываешь, никакого доверия к тебе, соответственно, нет и так далее. Я не могу жить с человеком, который меня постоянно обманывает. Он действительно вас обманывает. Каждый раз к нам говорит, что он вернется через час, он возвращается поздно и это есть обман. Нельзя такому человеку верить. Нельзя на такому человеку полагаться, к сожалению. И если предположить, то дальше, к сожалению, будет только хуже. Потому что чем дальше, чем больше мужчина будет осознавать, что вы это все терпите, что вы не уходите, и он больше будет расслабляться и создаются на его поведение, что будет становиться все более и более вызывающим, к сожалению, если ничего не делать. А если вы уйдете, то что произойдет? Во-первых, вы покажете мужчине, что ваши интересы для вас точно что-то значат. Во-вторых, вы покажете мужчине, что вы можете проявить характер и сделать что-то только для себя, для ваших интересов. Вы покажете, что вы себя уважаете, вы себя любите. Вы не дадите себя в обиде. И тем самым поднимете цены в глазах мужчины. Мужчина же, если любит вас и без вас действительно не может, переозмыслит все, отознает, поймет, что если будет поступать так же, вы действительно можете от него уйти и он может вас потерять. И если он вас любит, то он обязательно вас вернет и так поступать не будет. А если нет, если его чувства вдруг прошли, то, соответственно, в ваш адрес посыпятся обвинения, посыпятся претензии и, по сути дела, ничего не изменится. Просто, раз вы обратились к нам, то для меня, в первую очередь, важны ваши интересы. Мне важно защитить ваши интересы, ваше благополучие. И, соответственно, я понимаю, что вы находитесь в менее выгодном положении, чем ваш муж. И, соответственно, вам нужно более активно решать свои интересы и свою позицию. Только так можно избежать и ссор, и скандалов, и криков. И вот когда мужчина будет находиться в соответствующем эмоциональном состоянии, когда он будет понимать, что вы действительно можете вот тогда, нужно решать вопрос, говорить о том, что вам хотелось, что вам нравится, что вам не нравится, и все это обсуждать и приходить к какому-то выводу. Но это нужно дать, чтобы мужчина к вам прислушивался. А если он к вам не прислушивался, вы пишите, что все равно ничего не дает. Только поступки и действия могут показать мужчине серьезность ваших намерений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, пожалуйста, в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам очень благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.